Потому что я себя не очень хорошо слышал. Слышно? Ну, да, я сразу изменяюсь, потому что настроить, к сожалению, невозможно. Что-то с техникой у нас в последнее время происходит. И поэтому постараюсь погромче говорить. Тема моей проповеди сегодня может кого-то удивить. Называется «Чига-дрига». Тема на мою проповедь сегодня, может и да се учудите, се казва «Чига-дрига». Это проповедь об одном человеке. Это тоже как бы проповедь по желание. Я бы хотел, чтобы все, кто приняли сегодня водное крещение, имели это качество, которое имел этот человек. Чига-дрига – это человек. Чига-дрига – это была его кличка. Това беше неговия никнейм. На самом деле его зовут Владимир Чеглинцев. Всешно се казал Владимир Чеглинцев. И почему он получил такой пряквор, да, такую кличку? И за что я получил този пряквор? Вы знаете, он был известным трубачом в нашем городе. Играл на трубе. Той был известен трубач в нашем городе. Той сверил на труба. И мы с ним росли в одном дворе. И не снегу израсли мы в один двор. И в одном подъезде. И даже в один вход. У него была 42-я квартира. А у меня была 47-я квартира. Пок наша 47-я. То есть он жил на первом этаже, мы бы жили на втором. И каждый вечер он играл нам на трубе. И всякий вечер той не сверил на труба. И знаете ли, как он сверил? Ну, поначалу он играл с альфеджио. Потом учил какие-то очень простые мелодии. И весь подъезд все это слушал. И вы знаете, наши уши, ну, они просто реально звенели от этой трубы. И конечно мы его назвали очень хорошим человеком. В то безбожное время мы его очень много по-своему благословляли. В то безбожное время мы его очень много по-своему благословляли. Но Вовка был очень такой упорный человек. У него был один недуг. У него был кифоз. Вы, наверное, знаете, да, есть искривление позвоночника. Есть S-образное искривление позвоночника, называется сколиоз. Има С-образно изкривявание, казва се сколиоза. А есть продольное изкривление позвоночника, это по-простому, это горбатость. Пак има друг вид, казва се, да си гърбов, да си изгребен. Или кифоз. То есть и ходил он примерно вот так. И я вървял по този начин. И это было у него уже с пубертатного возраста, с 13-14 лет. И това продолжаваше от синейческата му возраста, от 13-14 лет. Не мог держать спину и... И той не могаше да си държа гърба. У него развился где-то между второй и третьей стадии сколиоз. И ему се развил около вторая или третья стадия сколиоза. Он был, конечно, освобожден от физкультуры. И той бил освободен от физически упражнения. Я помню, как он один раз попросил меня сделать ему массаж. И веднъж той ме помни, да му направя массаж. Я был тогда в юношеская сборная Казахстана под дзюдо. И тогава бях в младежский состав под дзюдо. И мы имели такие навыки. И не имахме подобные навыки. Потому что, знаете, во время соревнований иногда кто-то кому-то поломал или вывихнул руку. Или плечевой или локтевой суставы нужно было вправить. Или состав на рамоту или на лакоте. И мы имели такие навыки делать друг другу массажи. И не имахме подобные навыки, да си правим массажи один и друг. Я помню, как я делал массаж у Вовки. Он смиренно ложился на пол. И той смиренно лягаше на пода. Я его мял со все силы, чтобы исправить этот горб. И аз започвах да гумачкам с целата си сила, за да исправя този горб. Мне так хотелось его тогда выпрямить. Много ми се искаше да го исправя. Но, к сожалению, это было наследственное заболевание. Но, за сожалению, това беше една наследствена болезнь. И несмотря на мои усилия, оно прогресировало. Но я уже тогда приобретал вот такой опыт мануального терапевта. И вот как Вовка получил такое кличко, как Чигадрига. И по какъв начин Владимир получил този псевдоним Чигадрига. В определенном возрасте у нас начались такие занятия, набивание мечом. В една определена возраста започнахме да се занимаваме с набивание на топки. В то время было очень популярно набивать футбольные мячи. Беше много модерно да си набиваш на крака топката. И мы все начали вот так друг с другом соревноваться. И ни започнахме така да се слизаваме един срещу друг. И вот каждый вечер мы выходили и набивали мячи. И всяка вечер ние излизахме и набивахме. Знаете, мой личный рекорд... И личният ме рекорд... 42 раза. Беше 42 пати. Но это не мало. Не и малко. Но знаете, это и немного. Обаче не и много. Потому что когда Вовка Чеглинцев принял решение набивать мяч... Защото когато Владимир прие решението той да наритва така топката... Он начал набивать мяч часами. Той започнал с часове да я рита. Просто выходил после школы в двор и... Просто излизаше в двора... И мы видим вот такого человека, который очень горбатый. И вот он вот так... И вот он вот так... И так Вовка Чеглинцев получил кликуху, да я скажу так... И по този начин той получил подобен прякор. Чига Дрига. Чига Дрига. То бы просто Чига назвали, потому что фамилия у него Чеглинцев была. Първо го наричахме само Чига, защото фамилията ему беше Чеглинцев. А так как он дрыгался, то ему еще приклеялась Дрига. Чига Дрига. А так как той дригаше, ему се долепи този прякор Дрига. Но вы знаете, вот этот Чига Дрига, он овошел всех нас. Обаче този Чига Дрига, той надмина всички ни. У него было очень уникальное качество. Той имал одно уникальное качество. Он был очень посвященным человеком. Той беше много посвятен човек. Вот эта игра на трубе, она его очень сильно дисциплинировала. И тази игра на трубата много усилно го дисциплинира. Он достиг какого-то уровня игры на трубе. И той достигнал някакого ниво на свирение на тази труба. И потом вдруг поставил цель набивать мяч. И вы знаете какой у него рекорд? И знаете ли какъв он беше рекорда? 412 раз. И когда он установил этот рекорд во дворе. Я был этому лично свидетель. У нас в соседнем подъезде жил Олег Сыров. Ну такой, вы знаете как. Мы его назвали подлянчик. Он был большим таким шутником. И он постоянно делал нам какие-нибудь подлости. И вы знаете, вот Вовка Чеглинцев начал набивать мяч. Ну кто-то набил 15, кто-то 30, кто-то 40. Някой направил 15, 20, 40 пути. Вовка вышел на соревнования. И начал набивать. И започнена Рита. Была такая большая площадка. И Махмед на голяма площадка. Перед трансформаторной будкой. Перед трансформаторной будкой. И он набивает и набивает, набивает и набивает. И то и Рита и Рита. И мы уже устали на это смотреть. И не и вече се изморихме да го гледаме. И Олег Сыров начал ему мешать. Ну понятно, что из зависти. Разбира се от зависти. Пытался у него выбить мяч. Пытался ему как-то мешать всячески. Но это было бесполезно. Чигадрига продолжал набивать мяч. И набивал пока не набил 412 раз. И литаше докато не стигна 412 паци. В нашем дворе я больше не знаю человека, который бы набивал больше его. И в нашия двор не познавах човек, който могил да направи повече от това. Человек с физическим ущербом. Човек, който беше физически ущербен. С горбатости буквально. Обошел всех. Нас, здоровых парней, спортсменов. Нас, едни здрави големи младежи, спортисти. Ребята, которые занимались футболом. Хора, които наистина са тренирали футбол. Он их всех обошел. И той ги надмина всичките. Почему? Потому что у него было очень хорошее развитое качество. Защото имало едно много хубаво развито качество. Качество посвящения. Качество на посвятеност. Я вот хотел бы вот это качество сегодня пожелать тем, кто сегодня... Заключили завет с Богом. Което са сключили завет с Бога. Первое место, которое я сегодня хочу открыть, оно написано в Евангелие от Луки. В 9 главе. От 61 стиха. Я прочитаю, на проекторе есть перевод на болгарский язык. Еще другой сказал. Сказал кому? Сказал Иисус Христу. Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволи мне проститься с домашними моими. Человек понимал, что он идет за Иисусом и это будет надолго. И он решил пойти вернуться и попрощаться со своими домашними. И той решил да се върна, за да се сбогува с домашните си. Но смотрите, что говорит ему Иисус Христос. Но Иисус сказал ему, никто, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Аминь. Вы знаете, каким плуг был раньше, 2000 лет назад? Знаете ли, какое было ралото преди? Это была обыкновенная коряга с такой торчащей острой веткой. Твоя коряга, бревно, дырво. Вот это коряга привязывали к коню. И за другие две ветки. И за останалите два клона. Вот этот пахар должен был вот этой коряга пахать землю. Физически это было практически невозможно сделать. И физически е било почти невозможно да се направи. Даже нормальный плуг, который железный, трудно удержать ровно. А тут просто наточенное дерево, наточенное коряга. Вы знаете, чем чревато, если человек, который пашет землю, поворачивается направо или налево? Что произойдет? Какво ще се случи? Просто эта коряга, этот плуг упадет или он просто поломается. Това дырво или това рало просто ще се обърне на страни и ще падне. Для того, чтобы пахать землю раньше, и за да се изрива земята преди, нужно было быть очень сосредоточенным. Т.е. пахать и не отвлекаться. Т.е. да изриваш и да не се разсеиваш. Понимаете о чем я говорю? Т.е. вот впахался и все, не отвлекаясь, просто пашаш землю. Концентрираш се и без да се разсеиваш, отиваш напред. Поэтому становятся понятны слова Иисус Христа. Никто, возложивши руку свою на плуг, и озирающийся назад, поворачившись назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Т.е. вот эти слова Иисус Христос говорит о том, что если ты пошел за Иисусом Христом, то не поворачивайся, даже не поворачивайся назад. Как Израэль, когда вышел из Египта, начал вспоминать, как хорошо нам жилось там в Египте. У нас там и лук, и чеснок был, и жили мы более-менее спокойно, и живяхме горе-долу добре. А ты, Моисей, вывел нас в пустыню. И Господь хочет, чтобы мы здесь умерли все. И Господь иска тук да умрем всички ние. И на самом деле, вы знаете, вот это поколение, которое вышло из Египта, оно, к сожалению, до обитованы земли, так и не дошло, не вошли они в обитовану землю. И всъщност, за сожалению, онова поколение, което излязло от пустынята, така не успела достигне обитованата земля. И Библията пише, че е било заради неверието. Потому что смотрели назад. И еще одно место, которое сегодня хочу открыть, написано послание к римлянам. Послание к римляне. Вторая глава. Вторая глава. С третьего стиха. Послание к римлянам. Вторая глава с третьего стиха. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянно в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорб и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Елины – это те, которые обратились к Богу из язычников. То есть это о нас, это мы елины. Мы обратились к Богу из языческого мира. И стали христианами. И вот здесь очень хорошая формула приводится. И тут показывает нам много хубого формула. Тем, которые постоянством, те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Бог дарует жизнь вечную. Давайте мы вот это запомним для себя о том, что быть постоянным в добром деле. Вы знаете, вот это качество, постоянство, посвященность. Посвященность. Когда человек просто вот на самом деле настолько посвящает себя, что в какой-то степень он даже забывает про себя. Для того, чтобы просто раствориться в ком-то. За да може да се раствори в някого. И стать посвященным служителем. И да стане посвятен служителем. И уже больше не поворачиваться назад. И вече да не се обреща назад. Не вспоминать о том, как хорошо было в мире. Да не си вспомня колко добре му е било в света. Сколько наслаждение приносит грех. И колко наслаждение носи грехът. А быть полностью целиком посвященным Иисуса Христу. Да бъде напълно посвятен на Иисус Христос. И в това е феноменът. Только те, которые любят Иисус Христа всем своим сердцем. Само онези, които обичат Иисус Христос с цялто си сърце. Всей душой. С цялата си душа. И с целия си разум. Только они и получают. Только они и находят. Само те намирят. Библия так и говорит. Найдут меня. Така казва. Те ще ме намерят. Ако ме потърсят цялото си сърце. У Бога не проходит вот эта половинчатость. За Бога не става да правиш нещо наполовина. Господь, я 50% в Тебе и 50% в семье. Господи, ще дам 50% на Тебе и 50% на семейството си. Но вот это не проходит. И това не минава. Семья крепкая, когда муж и жена в большей степени любят Иисуса. Христа, чем друг друга. И едно семейство е здраво, когато мъжите и жената обичат повече Иисус Христос, отколкото един друг. Страна, держава очень мощная. Едни държави са много мощни. Когато президент Бога любит больше, чем свою страну. Когато президентът обича Бог повече, отколкото държавата си. Мне очень нравится вот эта поговорка. Я много харесвам тази пословица. Постави Бога на первое место. Все остальное, Бог поставит на свои места. Потому что Бог не есть Бог неустройство. Он есть Бог мира и порядка. Бог легко может навести порядок. И Бог много лесно может да вкара ред. В моей душе и в моей стране. В моята душа и в моята държава. Когда я вполне посвящен Ему. Можете сказать на это Аминь? Вот сегодня моя проповедь об этом. И днес моята проповед е за това нещо. Знаете, почему я так вот сегодня о человеке говорю? И защо днес аз говорю за един човек? Чига Дрига. Знаете, когда я его вервал в 25 лет. Когато аз повярвах на 25 години. У нас был такой большой мальчичник после армии. Все мы, человек 10-12. Ни имахме компания, экип. Часто собирались вместе. Хулиганили. Ну, как обычные мальчишки такие. И, конечно, мы жили в атеистической стране. И никто из нас в Бога не верил. И всей этой компанией я первый пришел к Богу. И вы знаете, это настолько захватило меня. И това много ме воодушеви. Что я пришел в свою компанию и начал им смело говорить об Иисус Христе. Я засвидетельствовал им. Вы знаете, как классно жить с Иисусом Христом. Это невероятно счастье. Это ни с чем и ни с кем нельзя сравнить. Он есть настоящий Бог. Он все может. И Той всичко может. Он изменил меня. Мою натуру. Я смог простить своего отца. Я нашел своего отца. Попросил у него прощения. Он попросил прощения у меня. Мы примирились, стали друзьями. И рассказывал очень много-многих таких свидетельств. Как Бог меня освободил от того, от того, от того. И они только смотрели на меня, как на сумасшедшие. Они реально подумали, что я сошел с ума. Никто из них не поверил. Никто из них не поверил. С первого раза. Потом говорил второй, третий раз. Через какое-то время поверил мой лучший друг Александр Прочеков. Он был наполовину белорус, наполовину немец. Его мама Роза Люц работала преподавателем в школе. И они через какое-то время приняли решение уезжать в Германию. Я, конечно, хотел, чтобы он пришел в нашу церковь. Но он начал ходить, он принял решение ходить в церковь адвентистов седьмого дня. Потому что в этой церкви преподавали немецкий язык. Там было много немцев. И там ему написали рекомендательное письмо и отправили его в Германию. И в Германии он уже был принят в качестве пресвитера, в качестве служителя. Чуть-чуть позже уверовал Вовко Чиглинцев, Чигадрига. Малко по-късно повервал Владимир Чигадрига. И начал ходить в церковь под названием Агапе. И започнал да ходи на церковь, която се казвала Агапе. Что переводи безусловна любовь. Което се привежда като безусловна любовь. Я думаю, вы догадываетесь кем он там стал. Довольно быстро. Сигурно се сещате какъв е станал там доста бързо. Кем он там стал? Он там стал поклонником. Он уже хорошо играл на трубе. И он начал через свое дарование прославлять Бога. И начал хвалить Его невероятно. И стал одним из таких известных прославителей в нашем городе, в этой церкви. Через какое-то время нам отправил другого трубача. Его звали Каиржан, казах. Он тоже играл на трубе, но спился. И в нашей церкви он проходил реабилитацию, освобождение от алкогольной зависимости. И когда он получил освобождение, моя супруга свидетель, он начал участвовать в прославлении. И вы знаете, это было так забавно. Но он тоже начал играть в эти фуги различные такие. И он нам говорил, я могу играть только по нотам. Дайте мне ноты. А мы говорим, у нас нет ноты. Мы поем, играем как можем. Практически никто из нас, кроме Наташи, не имеет музыкального образования. Учись импровизировать. Учись играть в духе. Он говорит, как это? И он говорит, молись и играй. Играй и молись. Молись и свери. Пробуй, пробуй. Ничего страшного. Мы тебе мешать не будем. Пробуй, пробуй. Не надо тебя пречи. Первое время мы его терпели. И первое время его терпяхме. Опять же, представьте, вот прославление идет. Как что кто-то на трубе такое заиграл, что уши сразу закрываются. Но вы знаете, через какое-то время он начал импровизировать в духе святом. И стал невероятным трубачем. Я думаю, мы как-нибудь включим клип, где Каиржан играет на трубе. Начинается рождественское служение. И он начинает служение. И начинает играть на трубе. И это невероятная игра. И сразу приходит Божие присутствие. Слава нашему Богу. Вот сегодня я вам рассказал о моем хорошем друге. Который, к сожалению, уже на небесах. Он заснул. В один вечер. И больше не проснулся. Сорвался тромб. И он умер от тромбоэмболии легочной артерии. Умер от тромбоэмболии легочной артерии. На белодробната система. Браво. 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 Я верю в то, что он уже в хорошем месте. Я верю в то, что он уже в хорошем месте. Я поэтому сегодня так свободно говорю о нем столько много хороших вещей. Недавно я услышал такую поговорку. И наскоро аз чух една пословица. Выражение. Израз. Не расстраивайтесь, если о вас говорят очень много плохих вещей. Это всего лишь означает, что вы еще живы. Потому что только хорошее. Говорят о людях, которые уже умерли. Но вы знаете, Чига Дрига был исключением. Он реально был хорошим человеком. Очень благословенным, хорошим человеком. Беше много благословен, хубав человек. И аз за целия си живот не вспомням, что бы он сделал что-то плохое. Или причинил кому-то больно. Просто очень добрая душа. Просто имал много добра душа. Но вот это качество его. Посвященность. Сделал его в свое время компетентным христианином. Посвященным христианином. Который прекрасно играл на трубе. И прекрасно поклонялся нашему Богу. Я не знаю, почему Бог его забрал. Богу виднее. Я Богу доверяю. Значит, так было надо. Значит, так было лучше для моего друга Чига Дрига. Будьте благословенны. На этом я сегодня заканчиваю. Чуть-чуть позже у нас будет трапеза Господня. Сейчас мы помолимся за финансы.